Всем привет! Пришло время высаживать семена петуний. Я буду высаживать три сорта. Это мамба красное утро, ламбада и мамба бургунди. Очень красивой расцветки у этих петуний. Это однолетний цветок, очень декоративный, но такой же капризный при выращивании из семян, так как семена имеют маленький размер, похоже даже что-то на пыль. Как это делать, подробно расскажу в этом видео. Но когда мы уже дорастим нашу петуний до рассады, вырастим и посадим в контейнеры, то это растение уже настолько неприхотливое и неубиваемое в течение всего летнего сезона. Будет украшать наши сады, террасы, балконы всевозможными яркими красками. Все, что нам понадобится для посадки семян петуний, я вот подготовила. Это в первую очередь агроперлит. Можно использовать перлит или еще вермикулит. Далее опрыскиватель. Водичка опрыскивает наши уже семена. Простую водичку в леечке. Специальный грунт. Он должен быть легкий, влагой, воздухопроницаемый. Значит, вот такая емкость, куда я его буду просеивать, это обязательно, так как наши семена очень маленькие. Вот такой сито. Контейнер. Вот самое, наверное, что ни на есть важное. Вот такой у меня прозрачный контейнер. Я уже заранее сделала вот эти вот дырочки обязательно для того, чтобы у нас не скапливалась влага. Я всегда так делаю и рекомендую ни в коем случае не высаживаем семена. Любые семена, не только питуньи, в вакуум, когда все вокруг закрыто. Это не совсем правильно. Все-таки должен быть воздухообмен и лишняя влага куда-то уходить. Обязательно. Ну, вот такой контейнер я использую. Необходимо, чтобы он был от 5 до 8 сантиметров. Почему? Ну, вот мой имеет 5. Потому как около сантиметра мы будем наполнять на дно агроперлит или вермикулит. Далее около 3-4 сантиметров грунта. И дальше у нас должна быть воздуха, такая подушка кислородная. Ну, вот за счет вот этой высокой крышечки она у меня будет образовываться. Если такой крышечки нет, то вот этот контейнер можно помещать в обычный пакетик. Но для этого контейнер ваш должен быть около 8 сантиметров. Далее обязательно использую вот такие зубочистки. Так как буду каждое семечко брать отдельно. У меня здесь по 7 всего лишь штучек. Поэтому, чтобы сохранить и вырастить каждое семечко, мне понадобятся вот такие зубочистки. Какую-нибудь крышечку, куда мы будем выкладывать семена понадобится. И сразу подписала сорта, которые я буду сегодня высаживать. То есть на крышечку, куда я буду, с какой стороны какой сорт высаживать, туда буду приклеивать вот эту наклеечку. Вот таким образом. Грунт должен быть воздухо- и влагопроницаемый. Легкий, воздушный. То есть можно его приобрести сразу специально для рассады цветов. Или овощей. Я использую простой. Покупаю большой себе мешок. Грунт, двина. Ну и конечно для рассады семян его необходимо просеивать. Так как вот такие комья большие. Вот они видны нашим маленьким тоненьким семенам, которые пускают корешочки. Очень сложно зацепиться. Поэтому обязательно нужно просеять вот таким способом. Просто помешать его. Любой систочка берется. Даже можно использовать большой ящик пластмассовый, который имеет такие же дырочки. Ну вот так помешать его. Нам грунта в принципе много не надо. Но вот смотрите, уже сбиваются вот такие большие элементы. Жесткие, в которых конечно наши семена не прорастут, пропадут. Поэтому вот таким образом необходимо любой грунт, какой бы вы ни приобрели, даже для рассады, просеять. Вот так. Смотрите, что остается. Ну это вообще вот. Конечно для уже цветов, контейнерных, там растений крупных, пересаживать. Даже когда мы будем бетуни высаживать в большие контейнеры на лето, то в принципе такой грунт пойдет. Его увлажнил и все будет хорошо. Но сейчас мы все это просеиваем. А теперь получился вот такой вот, как песочек. Классный, легкий грунт. Далее берем наш контейнер, агро перлит и насыпаем на дно. Буквально сантиметр. Вот смотрите, получается так. Больше его и не надо. Вот весь мой и пошел. Вот если видно, да, сантиметр. Дальше на этот перлит насыпаем нашу просеянную землю. Такую легкую, вот она тоненькая. Насыпаем около трех сантиметров, даже четыре можно. Так. Буквально до краев контейнера, так как, конечно, этот грунт уплотнится под влагой и станет его намного меньше зрительно. Ну, насыпаем побольше. Вот весь у меня грунт просеянный, легенький, мелкий и пошел. Далее, конечно, я прижимаю. Он еще осядет при влаге, но лучше вот так прижать, чтобы нам сейчас хорошо его пролить. Так. Беру воду и вот так вот начинаю его проливать. Не жалея, чтобы он сейчас, водичка вся сойдет, уплотнится наш грунт. И далее приступим к посадке. Для чего нужен агроперлит у нас в контейнере? В первую очередь, это послужит дренажом. Во вторую очередь, снизит риск развития грибковых заболеваний, которые могут развиться в случае таком, когда у вас прохладная температура. И контейнер весь влажный, то есть сырой. Вот в этом случае могут развиваться грибные заболевания и в том числе черная ножка, чем страдает наша питунья. Далее это даст хорошему развитию и кислородному насыщению корням, когда наша питунья начнет прорастать и увеличиваться в размерах. Грунт уже напитал влагу, он стянулся, это видно. Я насыпала в крышечку вот сюда семена. Семь штучек, вот такие они маленькие. Они в специальной оболочке, но при контакте с влажной землей эта оболочка раскрывается, ну и остается семечко. Вот такой зубочисткой я ее смачиваю кончик в воде и дотрагиваюсь до семечки. Вот она хватается. И сверху, даже не чуть-чуть придавливая в грунт. Вот она моментально растворилась. Высаживаю я эти семена на расстоянии где-то около двух сантиметров, чтобы им было место, куда потом расти хорошо. Так, и так далее. Высаживаю я здесь, видно, вот семь семечек. Дальше я, чтобы не спутаться, беру зубочистку и разделяю сразу между сортами. Вот просто ее вот так вот вставляю. Это у меня будет один сорт. Далее я буду высеивать другой сорт. Первый я посадила вот этот сорт мамба бургунди. Сейчас буду высаживать мамба красное утро. Семена находятся вот в таких капсулах. И сюда. Так, три, пять, а вот шесть, семь. Семь вот таких маленьких семян. И третий сорт буду высаживать вот этот. Такой фиолетовый с чернильным цветом ламбада. Зубочистка, когда она влажная, она очень хорошо цепляет вот эти малюсенькие семена. Хорошо, что они в такой оболочке необычной. Иначе по-другому мы бы их так не рассадили. Ювелирная работа. Вот по каждой семечке вот так вот выкладывать. Ну что ж. Красота требует к себе такого внимания. Вот, они видны. Теперь, после того, как я уже все высадила, еще раз вот таким способом их смочу. Хорошо смочу. Для того, чтобы вот эта вот вся глазурь, в которой находятся семена, растворилась. Семена посажены. Еще раз мы их смочили. Не заглубляем. Ни в коем случае не присыпаем больше землей. Для петуни этого достаточно. Далее накрываем наш контейнер. Закрываем замочки. Так. И наклеиваем наклейки, что где мы посадили. Так как время пройдет, все это, конечно, забудется. Первую я посадила мамба-бургунди. Наклеиваю. Далее я посадила красное утро и ламбада. Синенькая петунька. Теперь вот этот наш контейнер. Здесь осталась влага. Вот в таком поддончике я ее буду оставлять. Она создаст нам влажность необходимую, так как все-таки в квартирах у нас очень сухо, сухой воздух. А нашим растениям нужна влажность. Хорошо всходят семена при температуре 22-25 градусов. Сейчас ставим на солнечное место, куда-то на подоконник. Обязательно, чтобы было оно, конечно, теплое. И ждем всходов. Вот такой способ посадки семян. Петунии, который дает стопроцентный результат. И все семена должны взойти. Всем хорошего дня и хорошего настроения.